Сочинение «Как я провел зиму». Ну, понятное дело, что это продолжение видео «Сочинение, как я провел лето», которое я снял примерно полгода назад. Видео длительностью более двух часов, подготовка, монтаж, озвучка, сведение и так далее. У меня в общей сложности заняли две недели, и при этом видео за полгода не набрало даже 100 тысяч просмотров. Учитывая, что оно висит у меня в шапке канала. Это, конечно, охуенно мотивирует снимать длинные философические видосы, на которые я убиваю кучу времени, нервов и так далее, а в итоге они нахуй никому не нужны. Но, тем не менее, то видео было приурочено к получению серебряной кнопки в мою попку. Ну, то есть прохождению рубежа в 100 тысяч подписчиков. Напомню, что 100 тысяч подписчиков, вот прям чтобы они были на канале, Я прошел в феврале 2017 года, и заняло это примерно 5 лет. Следующая сотня на канал подписалась спустя год, то есть в феврале 2018 года. То есть на первую сотню ушло 5 лет, а на вторую сотню всего 1 год. Такими темпами, может быть, к какому-нибудь 22 году я наконец-то получу миллион подписчиков. Куда уж мне докривляк и бьюти-блогерш. Ну вот на самом деле, лично мне на количество подписчиков на моем канале насрать. Я бы вообще был рад, если бы этой метрики на ютубе вообще не существовало, потому что, когда я начинал снимать этот канал, я никогда не рассчитывал на то, что на него будут подписываться. И мне, в общем-то, достаточно было просмотров. Просмотров на моем канале, в принципе, прилично. Сейчас в месяц меня смотрят где-то от 4 до 5 миллионов раз. Я считаю, что это неплохо. Так что, несмотря на то, что я вроде как юбилейное видео снимаю по поводу 200 тысяч подписчиков, мне на количество подписчиков по большому счету насрать. Проблема в том, что ютубу на них не насрать. И из-за того, что ютубу на них не насрать, мне вроде как тоже должно быть не насрать. Дело в том, что, к сожалению, так устроены алгоритмы ютуба, что они, когда ранжируют видео, то есть, когда они появляются у тебя в предложке, там, либо в поиске на определенном месте в списке, он использует различные совершенно метрики, в том числе количество подписчиков на канале. Поэтому, к сожалению, учитывая, что я нахожусь на платформе ютуб, мне тоже приходится обращать внимание на количество подписчиков. И учитывая, что мой канал не заточен под рост подписоты, то есть, на мой канал, как правило, приходят вылечить какую-то проблему, получают инструкцию, в лучшем случае ставят лайк и уходят. Минусом этого является то, что, ну да, подписота растет хреново. Но есть и плюс этого канала. И он заключается в том, что просмотры мои никак вообще не зависят от подписчиков. И мне не нужно мириться с капризами всяких уебанов. Или бояться их обидеть. Или то, что видео им не понравится, и они мне выгрузят фуру дизлайков. Ох ты, ёб твою мать. Вот благодаря тому, что мой канал не заточен под подписчиков именно, и, в общем-то, по большому счету, не зависит от подписчиков, я могу вести себя как хочу. И мне не надо трястись над каждым подписчиком и умолять подписаться на мой канал, и очень расстраиваться, когда подписота падает, и лизать им всем жопу, и лицемерить, 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 как это делает любой топ-блогер, по крайней мере на русскоязычном ютубе. Подписота это вообще вещь такая проходящая. Ты вроде бы в тренде, а потом ты вдруг нахуй никому не нужен. Это естественный процесс. И чего ради тогда стелиться перед людьми, которые тебя все равно бросят. В частности, я могу не банить всякие негативные комментарии. Я вообще считаю, что банить или удалять комментарии, это какой-то последний зашквар. Единственный случай, когда удаляются комментарии на моем канале, это если они содержат ссылки. Дело в том, что они автоматически попадают в спам, я, как правило, удаляю все комментарии со ссылками скопом, то есть толпой, не вчитываясь, что там написано. Поэтому если вдруг твой комментарий удалился, значит он попал в папку спам, потому что там были ссылки. Ну а в целом мне очень нравится читать комментарии на моем канале, в том числе негативные. И дело в том, что у человека вообще должны быть железные яйца, чтобы научиться принимать любую критику, неважно конструктивную или нет. Просто на ютубе очень легко создать ощущение, что твой канал идеальный. И сам ты тоже идеальный. Ну конечно, если дизлайков не наставят. И вот эти вот яйца, или в терминах изицины, бубенцы, наличие которых позволяет не удалять негативные комментарии, которые тебе, может быть, не нравятся. Это, мне кажется, характеризует человека с хорошей стороны. Но кроме того, то, что мой канал не зависит от подписоты, привносит еще одно неудобство, дело в том, что каждый мой видос не смотрит хотя бы половина моих подписчиков. И вообще, если так посмотреть, то по каким-то видосам у меня очень мало просмотров, но это не значит, что у меня нету каких-то нормальных видосов. У меня есть несколько видосов, где больше миллиона просмотров, ну там и так далее. И уж тем более, это не значит, что я что-то там накручиваю, как бы издевательски не выглядели 200 человек на стриме, при 200 тысячах подписчиков. Ну, помимо того, что в принципе неприятно, когда ты сидишь, херачишь видос, а его никто не смотрит. Есть еще такая особенность, что когда у тебя не так вот много просмотров, к тебе не обращаются никакие рекламодатели. А ко мне они в принципе особо не обращаются, потому что, ну, невозможно определить тематику моего канала, хотя, наверное, его можно отнести к техноблогу, но я не занимаюсь блогингом как таковым. Ну, в общем, непонятно. Единственное, кто ко мне обращался по поводу рекламы, это лохотронщики. Я их всех отфутболивал. То есть на моем канале, на момент выхода этого видео, по крайней мере, нет ни одного видоса, за который мне кто-либо заплатил. В каком-то смысле исключением являются обзоры гаджетов, которые мне присылают из некоторых интернет-магазинов. То есть посылки присылаются бесплатно. За обозреваемые гаджеты я не плачу. Ну и мне не платят деньги за обзор. Это в каком-то смысле бартер. Но тут тоже особо не разгуляешься, потому что максимальная стоимость гаджета, который мне присылали, была 100 долларов, и договаривался о том, чтобы мне его прислали, я три или четыре месяца. Так что не надо тут считать, что я прям, блядь, купаюсь в бесплатных гаджетах. Кроме того, как бы их надо куда-то девать. Я в основном их дарю кому-то, иногда продаю, но продавать их очень сложно. То есть это какой-то бесконечный геморрой. И мне в принципе не нравится вот эта идея вставлять рекламу в видосы по многим причинам. Одна из таких причин, что, как правило, приходится работать со всякими уебанами. То есть кого-то там удовлетворять, там согласовывать что-то и так далее. То есть, наверное, единственный формат рекламы, который я мог бы у себя вставлять, это небольшие вставки, где я просто говорю текст, который меня просили наговорить. И, естественно, обозначаю эту вставку, что она спонсорская. То есть что это не я говорю, а мне заплатили за то, чтобы я это сказал. К такому формату я, наверное, был бы готов. Но, тем не менее, он тоже накладывает некоторые ограничения, потому что тот же Дмитрий Ларин очень глупо выглядел, когда он хейтил какую-то онлайн-игрушку типа World of Tanks или что-то такое, и в других видосах эту же игрушку за деньги пиарил. Но это же пиздец, блядь. Поэтому я, в принципе, против вставлять именно рекламу, которую я в момент создания ролика вставляю в свои видео. Потому что, ну, блядь, ну как-то вот... Я не могу сказать, что я не буду этого делать когда-нибудь в будущем. Если появится нормальное предложение, я, конечно же, соглашусь. Потому что реклама может быть хорошей. Люди, например, платят деньги за то, чтобы попасть на фестиваль рекламы «Канские львы», потому что там хорошую рекламу показывают. Либо реклама может помогать делать что-то хорошее. Я свой канал и свои видосы все-таки считаю чем-то хорошим. Но, тем не менее, все-таки мой вот этот любимый формат рекламы, тот, который есть сейчас, и тот, который ты блочишь отблоком. То есть, когда под моим видео, либо перед моим видео, либо в течение моего видео, неважно, происходит вставки каких-то рекламных блоков, либо рекламных видосов, о которых я не имею ни малейшего понятия. Потому что, что там сейчас будет у YouTube проплачено в качестве рекламы, либо что он тебе показывает в качестве рекламы, потому что большая часть YouTube рекламы таргетирована, и она у всех по сути разная. Вот такой вариант мне нравится, потому что он никак не связан с моими действиями, я никак на него не влияю и так далее. Там рекламируется то, что сейчас, ну, грубо говоря, в тренде. И это, кстати, другой момент еще. Дело в том, что на YouTube практически невозможно вывязать рекламную вставку, и мне, например, не нравится идея, что, допустим, в тех моих видосах, которые вышли несколько лет назад, и они, кстати, до сих пор еще популярны, были бы рекламные вставки каких-нибудь, не знаю, интернет-сайтов, которые за это время уже давным-давно обанкротились и закрылись. Ну, как-то вот глупо это выглядит. А вырезать такую рекламу нельзя. Кстати, для борьбы с блокировщиками рекламы и интеграции рекламы прямо внутрь YouTube роликов, возможно, ютуберы начнут вставлять внутрь своих роликов какие-то зеленые квадраты типа гринскринов, а YouTube перед показом ролика с помощью хромакея будет интегрировать туда рекламу. Вот такую ты хуй заблокируешь своим отблоком. Ну и с обновлением рекламного контента будет просто заново рендерить это видео, заменяя на тех зеленых квадратах рекламу на актуальную. Бля, пиздец какой-то. Сочинение о том, как Изи провел зиму на YouTube, а Изи что-то все опять про деньги, блядь. Но тем не менее, это важный аспект как для самого ютубера, так и для тебя, зрителя. Тебе же интересно, кто где, блядь, сколько и как получает. Поэтому слушай. И не надо, кстати, путать необходимость в деньгах с желанием получить денег. Необходимы деньги для того, чтобы находить больше времени для создания видосов, банально покупать одежду и еду, достойно потрудившись, достойно жить. А желание денег, это желание получить все возможные деньги, то есть банальная жадность. Соответственно, за последний год YouTube просто превзошел сам себя в закручивании гаек и отключении монетизации и вообще перекрытию кислорода всем сначала неугодным, а потом маленьким каналам. Не так давно YouTube разослал маленьким каналам, которые подключены к партнерке YouTube, сообщение о том, что, мол, дорогой партнер, если за последний год, то есть за последние 12 месяцев на твоем канале нет 4000 часов просмотров и 1000 подписчиков, то мы в течение 30 дней тебе монетизацию отключаем. Извините, отсосите. Ну, на самом деле, монетизация такого канала на прямой партнерке YouTube приносит где-то 2 доллара в год, наверное, или около того. То есть с такими показателями ты даже деньги вывести не сможешь, потому что на Аценсе минимальный вывод 100 долларов. Но дело даже не в этом. То есть дело не в том, что ты не сможешь вывести или в том, что это копейки. Дело в том, что YouTube в очередной раз создает прецедент. Особо одаренные подписчики то и дело орут, что работать на YouTube все равно лучше, чем хуярить на заводе. Ну, типа на YouTube тебя уволить не могут, как это бывает с массовыми сокращениями на заводе. Ну, во-первых, при массовых сокращениях пособия выплачивают. Во-вторых, YouTube точно так же. Вот хуяк и отключает монетизацию, например. Или вообще канал может заблокировать за одну секунду без объяснения причин. А также обрати внимание на стиль написания этого обращения к партнеру, типа. Типа, дорогой партнер, ты давай очко-то рви и в течение месяца будь добр поднять планку просмотров и планку подписчиков. А если ты этого не сделаешь, то мы тебя отключаем от кормушки. Короче, бля, срок у тебя, короче, месяц есть. Понял, бля, у юбок, бля, нахуй? Нет, ты понял, бля? Чтобы край, бля, через 30 дней подогнал, сука, просмотры, бля, и подписчиков, нахуй. Лошаря, ебаная. Чтобы, короче, через месяц, сука, бля, все было нормально, бля. Понял, бля, пидор, ебаная? Это так с партнерами разговаривают? Нет, это ультиматум. Так разговаривают с работягами или с рабами. То есть создатели контента для ютуба, вне зависимости от того, зарабатывают они на этом или зарабатывают как-то еще, являются работниками ютуба. То есть они работают на ютуб, но при этом не получают никаких благ, которые есть у обычных работников, типа страховки, пенсионного фонда там, больничных и так далее. Кроме того, большинство серьезных ютуберов в принципе работает без отпусков и без выходных. И хуярят видосы 7 дней в неделю. Ну или по крайней мере постоянно их обдумывают. А работяга, оттрубив смену на заводе, может совершенно спокойно бухать водку и ни о чем вообще не думать. Положить на все хуй. Соответственно, вот такая вот херня. Кроме того, я по-моему об этом уже рассказывал, ютуб просто начал отключать монетизацию с помощью алгоритмов, которые каким-то образом анализируют непонятно что в видео. Такое ощущение, что в основном тамбнейл и тот текст, который распознала автоматическая распознавалка, которая есть на ютубе. Делается это все автоматом и по умолчанию. Ты можешь попытаться обжаловать, типа человек посмотрит на твое видео. Учитывая, что ютуб в принципе экономит на сотрудниках, я прям так сплю и вижу, как мои видосы на русском языке на наличие контента, не подходящего большинству рекламодателей, анализирует какая-нибудь команда индусов, которые по-русски не разговаривают, например. И самое интересное, что далеко не во всех случаях получается обжаловать видос. У меня, например, совершенно нейтральные видосы про то, как включить музыку вконтакте там и так далее, навсегда получили отключение монетизации. Больше всего обидно, есть у меня классный видос о том, как вылечить вирус, который все время скачивает архивы, что бы ты не качал. На нем монетизация отключена. Типа он не подходит большинству брендов, и в принципе какая-то, наверное, там реклама могла бы быть, но ее там скорее всего нет. Но если ты отключаешь рекламу для большинства брендов, мои двери, сука, открыты. Я готов, чтобы под моим видосом шла какая-нибудь зашкварная реклама, каких-нибудь закладок там или еще чего-нибудь. Давай тогда эту рекламу, YouTube, расширяй. Рекламные сети подключай какие-нибудь другие, где рекламируют всякие казино там и так далее. Или такая реклама не дружественная для семейного просмотра. Именно в семейный просмотр у нас сейчас YouTube собрался. Нет, чисто теоретически, для моего количества видосов, для моего количества просмотров, мне, наверное, даже выгодно, если всякой мелкой шушери, которая там 2 доллара за год не может заработать, отключат монетизацию вообще, тогда топовым каналам достанется больше рекламы. То есть чисто теоретически я-то, наверное, выиграю. Но мне сама идея этого не нравится, потому что вот этот денежный фактор и дело даже не в количестве денег, которое можно заработать на YouTube на первых порах. В принципе, то, что можно хоть что-то заработать, это так называемая геймификация. То есть это мотивация делать видосы, снимать видосы и попытаться в том числе заработать. Вот эта идея, в принципе, претит большинству жителей этой страны на всем постсовке. То есть совкам непонятна сама идея, как может что-то нравиться и почему ты хочешь получать за это деньги. То есть если что-то нравится, по умолчанию нужно делать это бесплатно. Это вот такой совковый, блядь, сука, гвоздь сидит в мозгу, что работа обязательно должна быть ненавистной. И только тогда ты обоснованно получаешь за нее деньги. То есть YouTube убирает у молодых каналов вот этот вот стимул. А кроме того, вся вот эта вакханалия вокруг рекламы, которую затеял YouTube в последний год полутора, возможно, не по собственной инициативе, а в связи с высером того журналиста, говорит о несостоятельности модели YouTube в долгосрочной перспективе в целом. То есть тот механизм привлечения авторов и рекламодателей дал трещину. У YouTube нету достаточного количества рекламы, чтобы снабдить ей всех. YouTube не хочет огромную кучу маленьких каналов, которые приносят мало денег. YouTube хочет меньшее количество каналов, но которые приносят гораздо больше денег. Видимо, в том числе и чисто с точки зрения логистики, потому что под контент нужны сервера, а сервера стоят денег. И канал в интернет тоже стоит денег. А учитывая, что YouTube это бесплатный сервис, вот и получается, что на поддержание твоего мелкого канала возможно YouTube тратит больше денег, чем зарабатывает на нем. Поэтому YouTube сейчас всячески, ну по сути, выгораживает крупные каналы и втаптывает в говно мелкие каналы. Это приводит к тому, что богатые богатеют, а бедные становятся беднее. Именно это сейчас происходит на YouTube. У меня, например, складывается ощущение, что лично я вместе со своим каналом пытаюсь запрыгнуть в поезд, который уже очень давно ушел. То есть на YouTube сейчас себя нормально чувствуют те каналы, которые были открыты до где-то 2010 года, и которые все еще продолжают делать видео. Что касается новых каналов, то у них, как правило, есть шанс только в том случае, если какой-то старый канал в этой же нише либо прекратил свое существование, либо перестал обновляться, либо вдруг по какой-то причине потерял былую популярность. И они просто запрыгивают на его место. Но это, разумеется, если эта ниша еще имеет какую-то популярность. Вряд ли сейчас можно открыть популярный канал по Майнкрафту, например. И это я сейчас говорю только про заработок от партнерской программы. Причем на русскоязычных видео этот заработок примерно в 6-20 раз меньше, чем у топовых ютуберов на английском языке. Тут масса причин, и то, что в принципе более вяло рекламодатели дают рекламу на русском языке, и то, что платежеспособность у русскоязычных зрителей гораздо ниже, чем у западных зрителей, да и охват у английского языка не в пример шире, чем у русского. Ну, в общем, тут масса причин, почему только на партнерке русскоговорящие ютуберы практически не зарабатывают, потому что цена кликов маленькая, плюс у всех отблок стоит. Таким образом, видос очень часто тупо не окупается. То есть создание более-менее приличного видоса, который ты видишь на топовых каналах, где что-нибудь обозревают, или куда-нибудь ездят, или еще что-нибудь, с учетом зарплат оператора, монтажопа и так далее, начинается от 50 тысяч рублей. Такую сумму с видоса очень тяжело заработать, даже если на нем будут миллионы просмотров. А вот в западном сегменте, учитывая, что у них раз в 10 больше приносит доходы видос, а купить видос в принципе можно. Именно поэтому в видосах западных ютуберов ты очень редко видишь какие-то рекламные вставки, где они сами что-то говорят. Ну, максимум, там может быть какой-то продукт-плейсмент, и то это скорее исключение, чем правило. То есть они не шкварятся, вставляя в свои видосы непонятную рекламу. А русскоговорящим ютуберам тупо делать больше нечего, кроме как брать рекламу у сторонних рекламодателей. Ну, что поделаешь, на что-то нужно снимать новый контент. Но опять-таки брать рекламу могут только достаточно топовые ютуберы. Молодому каналу будет тяжело взять какую-то рекламную вставку, которую нужно проговорить в видосе и получить за это деньги. Соответственно, кроме партнерки и вот этой зашкварной вставной рекламы, у ютубера не так много способов заработать. Если опять-таки брать крупные каналы, особенно западные, у них, как правило, еще достаточно приличный доход идет от продажи всякой сувенирки. Ну, в основном это, конечно, футболки, всякие худи, кружки там, ну и так далее. Обычная сувенирка с логотипом, либо с какими-то прикольными надписями, которые можно купить и типа поддержать канал. Дело в том, что для того, чтобы такая сувенирка стала популярной, канал уже должен быть достаточно популярным. Только у такого канала захотят что-то покупать с символикой. Кроме того, опять-таки, делаем скидку на контингент и нищебродность зрителей ютуба. Мне кажется, западный ютуб смотрит все-таки поколение где-то от 25 до где-то 35-40 лет. То есть это достаточно платежеспособная часть населения. Кроме того, даже у тинейджеров на Западе, как правило, есть такое понятие, как карманные деньги, которые они могут тратить на что хотят. В русскоговорящем же ютубе зрители где-то лет на 10-15 помладше. То есть это школьники, у которых в принципе нет никаких денег. Кроме того, в русскоговорящих странах вообще как-то не принято детям карманные деньги давать. И очень часто даже если и хочется денег дать ребенку, а их тупо нет, потому что мы живем в нищебродных странах. То есть это в принципе та же проблема, что и с рекламой, которая приносит меньше дохода. Мы живем в нищебродных странах, поэтому здесь тяжело зарабатывать на контенте, какой бы годный он ни был. У меня такое ощущение, что весь платный контент, который может быть, отожрал на себя Mail.ru со своими одноклассниками, со всякими платными бейджиками и фремиум играми с донатом. Вот в одноклассниках сейчас примерно сидит вот то платежеспособное типа населения, которое заполняет англоговорящий ютуб. И покупают там друг другу значки, блядь, за сколько там рублей. Соответственно, помимо перечисленного, у рядового ютубера остается по сути только один способ заработать. Работать на асках, то есть клянчить донаты. Это тоже зашкварное явление, когда ютубер попрошайничает. Ну омерзительно же. Особым извратом являются всякие сигны, а также специальные записи для тех, кто скинулся на том же Патреоне, например. То есть для тех, кто поддерживает блогера деньгами, создается специальный контент, который либо недоступен бесплатно вообще, либо доступен с большой задержкой, либо с геморроем, как это делает папич для своих твич фолловеров. Вот здесь вообще мой паукан бомбит. Во-первых, я не считаю, что информация должна быть платной. То есть информация в принципе может быть не публичной, и тогда ни за какие деньги ее нельзя продавать. Она не продается, потому что она не предназначена для продажи и передачи другим лицам. Ну, например, номера кредитных карт не продаются. Или твои голые фотки не продаются. Хотя за твои голые фотки вообще нужно приплачивать, чтобы никогда-никогда никто не смог их увидеть. А второй тип информации — это информация публичная, то есть доступная всем. И доступ к ней не должен быть платным, либо с еще каким-то цензом. Прошли времена тайных знаний, которые были доступны только определенному кругу жрецов, там, мудрецов, правителей и так далее. Сейчас мы живем в эпоху доступности информации. Вот только, к сожалению, сирых глупцов от этого меньше не стало. Так вот, сама вот эта возможность за деньги заставить автора сделать что-то, либо получить от него какой-то эксклюзив. Разумеется, речь сейчас не идет об изготовленном в единственном экземпляре портрете на заказ. Напоминает мне сцену из фильма «Геймер». Помнишь, такой крутой был фильм, где, чтобы подзаработать, женщина идет работать живым персонажем в игру. А управляет ей омерзительно жирный уебок. Вот примерно такие же ощущения у меня вызывают вот эти фотки, только для платных подписчиков, что выкладывают всякие косплеерши и другие социобляди в тот же Патреон. А когда во время стримов за донат что-то такое невообразимое делает стример, мне это вообще напоминает камфхору, который определенным образом дрочит за донаты. В видеочате на каком-нибудь платном порносервисе. Собственно говоря, вот и все способы заработать ютуберу. Еще раз говорю, я не считаю чем-то плохим, когда человек занимается любимым делом, которое приносит удовольствие еще и другим людям, и при этом за это нормально получает. Кроме того, создание контента требует вложений. Не только времени, но и покупки совершенно конкретного оборудования, реквизита, аренды студии, ну там и так далее. Но вообще, помимо свистопляски со всей этой монетизацией, ютуб всеми средствами продолжает троллить своих обычных простых авторов. То есть продолжает использовать старый арсенал своих ютубных говносредств. Дело в том, что когда ютуб только появился в середине нулевых, мне кажется первое, для чего его начали использовать, это заливать всякие музыкальные клипы. Это было очень удобно, потому что на ютубе можно было посмотреть какой-нибудь клип, который по телевизору сроду не показывают, потому что он уже типа не в фаворе, а тебе он все еще нравится. Ну и разумеется, пытались заливать сериалы, фильмы и так далее. Это, разумеется, сразу привлекло внимание правообладателей, то есть музыкальных студий и киностудий, и на ютубе появилась возможность сносить видео, содержащее копирайтный контент, по заявлению о нарушении авторских прав. В принципе, лично я считаю, что здесь ничего плохого нет. Действительно, студии создают фильмы для того, чтобы зарабатывать на них деньги, отбивать бюджеты и так далее. То есть, когда видеоклип или фильм залит без изменений, то, разумеется, это неправомерно. Совершенно другая история, когда залит какой-то обзор, либо критика, либо каким-то образом обработанный этот контент. Разумеется, такой контент является поездкой на хую. То есть, обзор любого другого контента, в отличие от обзора девайса какого-нибудь или материального предмета, является, тем не менее, нарушением авторского права того, кто этот фильм сделал или обладает на него правами. Другое дело, что в законе об авторском праве есть соответствующие поправки, которые позволяют делать обзоры, вносить критику и так далее. Но это не право, а возможность. То есть, если правообладатель против такого обзора, он имеет право снести такой контент. Соответственно, поначалу все было, в принципе, нормально и прилично, пока не появились фирмы типа Nintendo и Konami, которые начали сносить игровые видео. В частности, на моем канале часть видосов про Metal Gear Solid были снесены Konami на основании копирайта. Nintendo тоже любит этим заниматься. То есть, эти две фирмы не хотят, чтобы на их игры снимали обзоры. И, в общем-то, обзорщики и перестали снимать обзоры на игры этих фирм, потому что не трожь говно, вонять не будет. С музыкой на ютубе дела обстоят еще хуже. Мне тут вспомнилось, что в середине 90-х, когда появились пиратские диски с музыкой и особенно с играми, то все они были такого серебряного цвета. То есть, все диски блестели серебром. Но новинки, то есть, свежие игры, которые только вышли, очень часто продавались на дисках золотого цвета. Дело в том, что это были не штампованные диски, а именно записанные болванки. То есть, пиратскую игру еще не успели отпечатать огромным тиражом, и кто-то сидел и записывал эти болванки для того, чтобы срубить бабла на ажиотажном спросе. Такие игры назывались на золоте. А, соответственно, обычные диски были на серебре. И если серебряные диски стоили, не знаю, там 25 тысяч рублей, это еще до деноминации, то есть, грубо говоря, 25 рублей, то игра на золоте могла стоить 100 рублей. Но, разумеется, это все не имеет никакого отношения к настоящей игре на золоте. То есть, когда ты где-нибудь в журнале читаешь, что игра вышла на золоте, и скоро ее напечатают, это означает то, что записали мастер-диск. Это такой диск, с которого и происходит штамповка всех остальных дисков. Так вот, обосравшись, что копирасты закидают говном YouTube, YouTube заявила, что разработала некую систему, которая позволяет делать слепки всех музыкальных композиций, хранить эти слепки в базе, а все загруженные видосы, так сказать, проверять по этой базе на совпадение с каким-то контентом. Ну, разумеется, нихуя они сами не разработали. Они лицензировали эту технологию от компании, которая называется Audible Magic. Эта компания на рынке присутствует достаточно давно, и ее продукт как раз занимается именно этим. Он делает слепок и хранит базу со слепками всех аудиозаписей. Зачем это нужно? Нужно пользуются их услугами издательства, которые печатают диски. То есть, когда кто-то обращается к такому издательству, чтобы растиражировать какой-то альбом, который вышел на золоте, то с помощью софта фирмы Audible Magic этот диск прогоняется по базе, чтобы точно выяснить, кому принадлежат права на эти записи. Нужно это для того, чтобы прежде чем наштамповать 10 тысяч копий дисков, точно убедиться, что твое издательство не наштампует 10 тысяч пиратских копий. То есть, не потратит деньги зря, не подмочит репутацию и не попадет в суд. Соответственно, YouTube лицензировал вот эту технологию и точно так же хранит слепки вот этих музыкальных композиций, которые позволяют определять копирайтную музыку. Здесь есть несколько проблем. В случае, если внутри какого-то видеоролика определена копирайтная музыка, то обладателю прав на эту музыку представляется выбор либо отключить там рекламу вообще, либо пустить доходы от рекламы в пользу этого обладателя, то есть, обделить ютубера, либо снести видос вообще. В большинстве случаев обладатели прав на музыку забирают все доходы себе. То есть, выбирают второй способ. Ютубер, сука, остается с носом. То есть, ситуация, когда ютубер запилил часовой ролик, где использовал несколько секунд какой-нибудь музыкальной композиции, YouTube узнал эту композицию, после чего направил все денежные потоки в пользу обладателя прав. А ютубер остается с носом. Это обидно, потому что из-за каких-то сраных нескольких секунд все деньги уходят. У ютубера, впрочем, сейчас есть возможность заменить эту песню на какую-то другую бесплатную и восстановить, так сказать, доход. Либо же можно попытаться оспорить подобные предъявы, доказав, что музыка, которую ты использовал, действительно принадлежит тебе. Тут нужно понимать, что когда ты покупаешь музыку на дисках или там в каком-нибудь Apple Music, ты не приобретаешь права на использование этой музыки, ты всего лишь приобретаешь копию для личного использования. При этом ты не можешь эту музыку тиражировать, либо вещать на широкую публику. А ютуб это именно тиражирование и вещание. Для того, чтобы эту музыку можно было использовать в твоих проектах, тебе нужно приобрести права. Ну, конечно, есть всякие разные сайты, где можно недорого, где-то примерно за доллар, купить какую-нибудь музычку. Но лицензирование той музыки, которую ты хочешь использовать, может стоить огромных денег. Мой любимый пример. В 2010 году вышел фильм Inside Job. Документалка про финансовый кризис 2008 года. И в нем была использована песня Питера Гейбриэла «Биг тайм». Так вот, права на использование этой песни в фильме были приобретены аж за 100 тысяч долларов, что составило 5% бюджета фильма в 2 миллиона долларов. За одну сраную песню, причем которая вышла за четверть ебаного века до выхода фильма. То есть она даже уже и не популярная нифига, она уже успела собрать все мыслимые и немыслимые доходы. То есть вот такая может быть стоимость прав использования каких-либо крутых песен в твоих видосах. Разумеется, большинство ютуберов потянуть такое не могут. В принципе, есть еще вариант показать отца Санта всем этим правообладателям. Но он работает только в том случае, если ты можешь себе позволить не зарабатывать через рекламу именно от ютуба. То есть это подходит для тех ютуберов, которые зарабатывают еще каким-то образом. Ну, например, принимая пожертвования на Патреоне, либо вставляя рекламу в свои ролики. В этом случае можно использовать несколько кадров, либо несколько песен тех правообладателей, которые любят присваивать себе чужую монетизацию. И в том случае, если на одном видосе есть несколько копирайтных фрагментов, принадлежащих разным правообладателям, то ютуб не знает, кому же в итоге деньги от рекламы слать, и они не идут никому. Ни ютуберу, ни этим говноправообладателям. То есть можно вот такую дулю выписать, если ты можешь себе это позволить, конечно. Кстати, с этим детектором песен иногда получаются приколы. Потому что на ютубе есть, допустим, такой жанр, когда, набрав кучу всяких доисторических, в том числе аналоговых, синтезаторов, пытаются повторить какую-то известную композицию. Ну, например, произведение Жан-Мишель Жара. То есть задача самому вручную таким образом использовать музыкальные инструменты, чтобы получилось точь-в-точь. Разумеется, чем точнее у тебя получается, тем больше вероятность того, что видос с твоей музыкой, которую ты сам создаешь, будет расценен как использующий запись Мишель Жара, защищенную копирайтом. И прилетает, соответственно, копирайт-страйк, либо отключается монетизация и так далее. Вон, наверное, заебись создателю такого ролика, который несколько дней или несколько недель настраивал эти ебучие синтезаторы, а до этого еще лет 10 музыке учился, только для того, чтобы какому-то уебану отдать все, так сказать, плоды своего труда. Но проблем даже не в этом. Проблема в том, что очень быстро появились всякие ушлые пидорасы. Денмарк какая-то мьюзик-групп, Мерлин какой-то. Мерлин это, говорят, вообще какие-то два хохла. Короче, общий смысл. Они пробили себе доступ к YouTube Content ID, заявили права на хуй пойми какую музыку, на старую советскую музыку, на еще какие-то исполнения. Ну, в общем, все, что плохо лежало, все, что смогли найти, они туда запихали и утверждают, что это их музыка. В том числе та, которая уже давно находится в публичном доступе, то есть на которую нельзя больше заявить права. Иногда даже скандалы разгораются от всяких там российских исполнителей, что они знать не знают, кто такой Мерлин и какого хера он монетизирует музыку. Они никаких прав на свои произведения. Никаким двум хохлам не передавали. Это вообще последнее дело, что-либо передавать хохлам. Еще раз подчеркиваю, музыка Моцарта, несмотря на то, что Моцарт умер, все возможные сроки давности прошли, и сами его ноты с композициями давно уже находятся в публичном домене. Но произведение Баха, Моцарта, Чайковского и так далее точно так же может являться объектом авторского права, потому что авторское право не только на саму музыку, но и на ее исполнение. То есть если какой-то оркестр исполнил эту музыку и издал эту запись, то им принадлежат права. Им, а не Моцарту, который давно умер. То есть для того, чтобы отстраниться от всех проблем, Ютуб создал такую систему, которая позволяет разбираться с вопросами копирайта без участия Ютуба, и в общем-то пустил это все на самотек. То есть попустительство Ютуба приводит к появлению копирайтных троллей 2.0. То есть в отличие от копирайтных троллей первой версии, которые реально скупают патенты и так далее, вернее патентных троллей, копирайтные тролли 2.0 не обладают реально правами на те музыкальные композиции, на которые они типа претендуют, но из-за попустительства Ютуба у этих троллей есть возможность на Ютубе зарабатывать деньги на двойном, сука, чужом контенте. То есть на контенте Ютубера, содержащего вот эти вот самые музыкальные композиции. Это не только здравому смыслу противоречит, это еще противоречит законам, в том числе американскому копирайтному праву, по которому типа работает Гугл. Кроме того, в Великобритании, например, есть закон о мошенничестве от 2006 года, согласно которому Ютуб вообще является соучастником вообще-то преступления в данном случае. В общем, во всем том пиздеце, когда какие-то левые люди непонятным образом присваивают себе права музыкальных композиций на Ютубе, а потом делают из этого бизнес, то есть зарабатывают на всех тех видео, где вдруг эта музыкальная композиция встречается, во всем этом виноват Ютуб. Именно он создал такую мудацкую проблему с этим самым копирайтом. И это очередной случай, когда Ютуб полностью отстраняется от своих авторов, то есть от тех ютуберов, на которых зиждется, сука, сам Ютуб, и отходит в сторонку. А ты типа выплывай как хочешь. Если вдруг нас попросят закрыть твой канал, хуй с тобой, мы тебя закроем, у нас таких ютуберов, как ты, до хера. Вот такое отношение Ютуба к своим авторам. То есть Ютуб покрывает явных мошенников, но при этом относительно невиновных ютуберов банит и лишает монетизации. Ну реально доходит до маразма. Есть какая-то конторка, которая на Ютубе, еще раз подчеркиваю, это только на Ютубе работает, перевела на себя все права на исполнение Корана и частей из него на всех, сука, языках мира. И таким образом захапала монетизацию на большинстве видео на арабском языке. Пиздец, блядь. И всем похую. Не, конечно, есть крупные каналы, которые могут нанять себе адвоката и опротестовать это решение. Но у таких каналов, как правило, есть все права на использование музыки, и у них проблем нет. Все эти механизмы нацелены на борьбу с рядовым ютубером. То есть изначально они использовались для борьбы с абьюзом, то есть когда на Ютуб загружают действительно пиратский контент. Но со временем оно превратилось в способ заработка, в бизнес-модель для всяких мошенников, которые наживаются на относительно честных ютуберах, которые делают свой контент, основанный на каком-то другом контенте, без абузы, в рамках фейер-юз. Еще один замечательный механизм по борьбе с ютуберами, это нахлобучивание рейтинга по возрастному ограничению. Я с этим сталкиваюсь регулярно. Практически все ролики, посвященные всяким таким спорным моментам, либо легкой степени трэшовости, получают age-restricted status, то есть ограничения по возрасту. На таких роликах не бывает рекламы, то есть она там отключается, но это полбеды. Самое главное, что ролик, получивший ограничения по возрасту, автоматически исчезает из трендов ютуба. Он, как правило, перестает отображаться в предлагаемых роликах. А кроме того, если такой ролик был вставлен где-то в соцсети, например, то его невозможно посмотреть, если посетитель соцсети не залогинен в ютубе, причем с аккаунта, где указан возраст 18 и выше. То есть нахлобучивание вот этого возрастного ограничения сродни смертному приговору для ролика. Он, скорее всего, уже никогда не сможет завоевать высоты ютуба. Меня так обижали несколько раз. Стоит только очередному моему видосу про какие-нибудь толчки начать набирать популярность и приносить мне, наконец-то, подписчиков, как тут же, видимо, по стуку какого-то уебана, этот ролик получает ограничения по возрасту и все пиздец. Кстати говоря, о стуках уебанов. Как и в случае с копирайтом, ютубу тоже гораздо проще полностью отключить даже своего самого популярного ютубера, лишь бы только не было беды. Не случилось бы чего. Давай его забаним нахуй. Поэтому все жалобы по флажкам в большинстве случаев автоматически удовлетворяются, ролик тут же блокируется, и ютубер уже должен доказывать, что он не верблюд. То есть это презумпция виновности. Нужно не тому, кто на тебя стучит доказывать, что ты виноват, а тебе нужно оправдываться, что твой ролик не нарушает принципы сообщества. Не говоря уж о том, что и принципы сообщества, и все остальные правила ютуба написаны очень расплывчатыми и очень широкими формулировками, в которые может попадать все что угодно, и где те критерии, когда это нельзя или все еще можно, непонятно. По факту топовым ютуберам сходит с рук все. Недавно был скандал, когда какой-то долбоеб смеялся над трупом самоубийца, который он нашел в лесу самоубийц в Японии. Причем на его ролике не было возрастных ограничений, там работала реклама, и он был чуть ли не в тренде ютуба, в то время как те люди, которые этот ролик скачали и загрузили обратно на ютуб как свой, тут же получали ограничения по возрасту, а в большинстве случаев просто бан. То есть все вот эти алгоритмы ютуба работают очень избирательно, нацелены только против мелких сошек на ютубе, а топовым ютуберам сходит с рук все. В частности, я таким образом пострадал, причем на видосах технического характера, где я рассказываю, как решить какие-то проблемы с компьютерами. Там не было никакого шок-контента. Но просто, видимо, кому-то доставляет удовольствие ходить и гадить везде, а ютубу проще согласиться и заблокировать, чем разбираться. Я доказывал свою правоту несколько месяцев. Одно такое нарушение блокирует возможность стримить, это первое, что отключается, а пара нарушений блокирует возможность заливать новые видосы на ютуб. То есть два месяца я пытался оспорить эти ебучие нарушения сообщества, пока наконец-то не доказал, что я не верблюд, не говоря уж о том, что я ничего плохого и не сделал. То есть так они относятся к ютуберу со ста тысячами подписчиков, да? Серебряную кнопку мне ванус, блять. Наверняка среди тех, кто смотрит этот видос, найдется пара таких уебанов, которые ходят и везде флажкейки нажимают, лишь бы только поднасрать ютуберу. Просто потому, что они могут это сделать. Проблема в том, что флажок этот ебучий полностью анонимен. То есть любой уебан может нажать флажок, не вводя никаких данных, пожаловаться на любое видео. Если бы этот флажок требовал идентифицироваться, причем желательно через какую-нибудь государственную службу, типа портала госуслуг, и чтобы ютуберу приходило, что Вася Пупкин, блять, на тебя нажаловался, то есть если бы жалобы на ютубе перестали быть анонимными, то никакой абузы бы не было. Этот флажок реально нажимали бы, только если уж совсем какой-то пиздец творится на ютубе. А сейчас пока у ютуба все сделано так, что любой гондон может снести видео любого ютубера, а то и канал весь, просто потому, что он ему не понравился, или он не согласен с ним, или вообще просто так. То есть сделать это исключительно потому, что можно так сделать. Вот такую дулю показывает ютуб своим мелким авторам, то есть тому обширному пласту людей, которые своей энергией и трудолюбием и создали ту платформу, которую мы называем ютубом. Независимый автор контента, это то, на чем популярность ютуба, собственно говоря, и основывается. Дело в том, что в ютубе остается все меньше ю. Я уже объяснял, что тьюб это трубка, сокращение от электронно-лучевой трубки. То есть, ну, раньше были кинескопные телевизоры на базе электронно-лучевой трубки. И в англоговорящих странах смотреть трубку означает примерно то же самое, что у нас лупится в ящик. Соответственно, ютуб это ты-ли-визор, то есть твой телевизор. И этого самого ты на ютубе остается все меньше. В последнее время ютуб все чаще напоминает ты труп. Ютуб взял курс на превращение в совершенно обычное телевидение. То есть, содержащий только семейный контент. В предыдущем сочинении я забыл вставить вот эту фотографию с хэштегом гугла бабулярно. Наконец-то я ее вставляю. То есть, гугл нацелен на привлечение бабушек. Соответственно, ютуб не хочет видеть мелких блогеров. Ютуб не хочет жевать никакие скандальные темы. Ютуб не хочет видеть никого, чье мнение по каким-то вопросам отличается от то, что ютуб считает мейнстримом. У нас сейчас мейнстримом считаются ультралевые взгляды всяких феминистов, толерастов и так далее. Соответственно, людей с консервативными взглядами на ютубе видеть не хотят. И всячески их выгоняют с ютуба, отключая монетизацию и так далее. Все это ютуб делает для того, чтобы привлекать крупных рекламодателей. Вот только ютуб забыл, почему он стал таким популярным. А популярным он стал именно благодаря тому, что ютуб отличается от мейнстримового телевидения. И уставшие от всего этого фема говна, от этих трясущихся жоп, от этой вечной травли мужиков, которые происходят по каналам центрального телевидения, уже доходят до полного идиотизма. Недавно феминистки потребовали убрать девушек с трасс Формулы 1. Знаешь, там такие красивые девчонки стоят. Самое забавное, что против этого предложения громче всех орут сами эти девки, которые стоят возле трассы, потому что они останутся без работы, и сами они не считают себя ущемленными, или то, что их откровенные наряды каким-то образом являются сексизмом. Соответственно, на ютуб пришли люди, заебанные вот этим бесконечным говном, которым завалены все каналы, в том числе кабельного телевидения, от этого быдлянского юмора и уебищных фильмов и телепередач. Не говоря уж о том, что на ютубе можно найти блоги и шоу, посвященные самому широкому кругу интересов, даже самым каким-то необычным увлечением, пониёпству, например, или фурифакству, которые в обычном ящике вообще никогда не показывают. И обрати внимание, какие шоу на ютубе стали самыми популярными, а самыми популярными стали именно мускулинные, сука, шоу, пропитанные, блядь, адреналином по уши, чтоб прям капал, сука, тестостерон. То есть все вот эти вот про оружие, про машины там и так далее, DIY, то есть самоделки на всякие стали популярными на ютубе. Ты думаешь, те, кто смотрит DIY-видосы на ютубе, будут по ним что-то мастерить, что ли? Да нет, конечно, это всего лишь сублимация. То есть человек сам рукожоп, но внутри он чувствует себя мужиком. И когда он смотрит эти видосы, он вот эту мускулинность свою пестует. Типа, ну да, я не могу руками сделать, но я хотя бы знаю, как это вот всё можно сделать. Вот за такими шоу, без этой ебучей ливацкой хуеты, толерастии, нормализации педерастии, либерастии и прочего говна, и пришли на ютуб. Именно на этих шоу ютуб взлетел несколько лет назад. И что мы видим сейчас? Сейчас администрация ютуба хочет превратить ютуб в ванильную бессмысленную конфетку, во второе телевидение. Именно туда они метят. Они не понимают, что ключевая аудитория уйдёт. Да, наверное, придут как раз те самые бабушки, которые сейчас смотрят телевизор. Не знаю, может быть, их устраивает такая аудитория. Вот только куда деться нынешние аудитории, которая, если и пришла на ютуб деградировать, то делать это, сука, с размахом, блядь. Нету, к сожалению, у ютуба альтернативы на текущий момент. Ну и интерфейс ютуба становится всё менее и менее юзабельный. Вводятся какие-то непонятные, непонятно кому нужные функции. В то же время как на древние косяки, которые в ютубе присутствуют уже много лет, как был положен хуй, так он и лежит. В общем, такое ощущение, что руководство ютуба полностью оторвано от реальности и игнорируют очевидные факты, что своими действиями они втаптывают платформу в говно. Почему же так происходит? Возможно, потому что президентом ютуба является женщина Сюзан Вошцицки. Или как-то так её фамилия произносится. Вообще, когда женщина становится главой какой-то крупной компании, то есть два возможных варианта развития событий. Вариант первый, наименее вероятный. Женщина отращивает яйца и превращается, по сути, в мужика в юбке. В этом случае, возможно, компанию ждёт успех. Ярким примером такого мужика в юбке является Урсула Бернс. Это глава компании Xerox. Xerox, то бишь по-русски. Она реально напоминает негра в юбке. Но это редкий всё-таки случай. В большинстве случаев, как только женщина добирается до бороздов правления, начинается полная жопа и декаданс. Самый ярчайший пример это, наверное, Ангела Меркель, то есть канцлер Германии, которая довела страну просто до отчаяния. Вторым таким примером является Тереза Мэй. Это нынешний премьер-министр Великобритании, где тоже жопа происходит. Но если уйти от правительств и вернуться обратно к компаниям, то ярчайшим примером является компания Avon. Ну, знаешь, наверное, такой производитель косметики. Так вот, компания была открыта в 1886 году, и до 1999 года, то есть больше, чем 100 лет, ей управляли мужчины. И всё в компании было заебись. Но в 1999 году во главе компании впервые в её истории встала женщина. Какое-то время она ещё каталась на хую предыдущих руководителей, то есть всё в компании шло нормально. Но уже через 10 лет она практически довела компанию до банкротства. В 2008 году некогда многомиллиардная Avon просрала все полимеры под чутким руководством бабы. То есть баба сумела загубить успешный бизнес по производству чисто бабских товаров, кремиков и духов с помадой. Чего уж говорить о том случае, когда баба управляет чисто мужским делом, IT-технологиями. Сюзан Вош Сиськи, кстати, очень хочет, чтобы больше девочек шло в IT-индустрию. Что же касается Сюзан Вош Сиськи, то с ней вообще очень интересная история. Сюзан Вош Сиськи в середине 2000-х отвечала в гугле за создание своей видеоплатформы с блэкджеком и шлюхами и потерпела на этом поприще сокрушительное поражение. Её многомиллионные потуги втоптал в говно какой-то YouTube, написанный на коленке. В нормальных случаях таких топ-менеджеров гонят с саной метлой. Но Вош Сиськи предложила купить развивающийся тогда YouTube, который был прямым конкурентом этого самого Google видеосервиса. И компания Google приобрела YouTube. А Сюзан Вош в сиськах со временем стала президентом YouTube. С тех пор прошло уже больше 10 лет и такое ощущение, что под её чутким руководством YouTube летит вниз по наклонной, набирая огромную скорость, чтобы пробить наконец-то дно. Красноречивым фактом является то, что сообщество YouTube ненавидит Сюзан Вош Сиськи. Если взять любого другого публичного директора любой другой социальной сети либо какой-нибудь компании, то пользователи его продукта, как правило, купают его в лучах славы и одобрения. Такое безоговорочное одобрение практически всегда получал Стив Джобс. В таком же огромном количестве лайков и репостов купается Павел Дуров во всех своих проектах. То же самое примерно можно сказать про Марка Цукерберга, чего уж говорить про Линуса Торвальдса, создателя Линукса. Словом, пользователи тех вещей, которые создал тот или иной человек, как правило, мужчина, в большинстве случаев на ура воспринимают большую часть того, что этот самый человек делает. Но в случае Сюзан Вош Сиськи это совершенно не так. Где-то в середине прошлого 2017 года она решила запилить свой каналчик на YouTube и потерпела сокрушительное поражение. Ее просто завалили дизлайками и злобными, но при этом вполне себе справедливыми комментариями о том, что она совершенно оторвана от реальности и под ее руководством YouTube скатывается в говно. Потом она запилила еще одно видео, его точно так же задизлайкали, и после этого она видео перестала выпускать. Это нужно уметь, блять, обосраться на собственной платформе, за которую ты вроде как ответственно, доказав тем самым, что ты вообще ничего не понимаешь в том продукте, который ты вроде как должна развивать. Особенно забавно, что многие приличные вроде бы журналы в один голос трубят, что Вош Сиськи являются гуру интернет-рекламы. Как же можно было так обосраться с рекламой самой себя-то? Но, к сожалению, все те тенденции, о которых я говорил в предыдущем сочинении, за время с момента выхода того видео только усилились, либо кристаллизовались. В частности, я говорил о растущей популярности фриков на Ютубе, и действительно, за последние полгода кого только на Ютубе не было. Причем как настоящих фриков, так и активно под них косящих. Тут и руки-базуки, и неоткуда взявшийся Геннадий Горин, и какая-то шкура, которую зовут Марана. Наверное, есть еще дофига всего, я просто Ютуб не смотрю. Не потому, что Ютуб окончательно зашкварился, у меня просто времени на это нет. Но иногда все-таки у меня там рекомендация, где-то что-то интересное проскакивает, и я ознакомлюсь с Ютубом. То есть, наверняка, этих фриков гораздо больше. И по телевизору то же самое. Я его тоже уже давно не смотрю. Но иногда мне все-таки попадается включенный телеэкран. Так вот, там точно такое же фрик-шоу, вранье, неискренность и бессмысленное переливание из пустого в порожнее. Более того, конкретно в России Ютуб как-то скрестился уже с телевизором. Некоторые блогеры умудрились в телевизоре пропиариться, а телевизор использует ролики с Ютуба для того, чтобы раздуть из мухи слона, ну и так далее. Соответственно, тенденция очень неутешительная. Что касается моего канала, то в принципе с Ютуба я уходить не собираюсь пока. Но учитывая сложившуюся ситуацию, боюсь, что рано или поздно придется это сделать. Но, к сожалению, как я уже сказал, нет альтернативы. Это в некотором смысле объясняет контент на моем канале, потому что тратить много часов на то, чтобы сделать философское видео или еще какую-то болтологию, где я высказываю не мейнстримовые взгляды, а моя жизненная позиция идет полностью в разрез с мейнстримовой вот этой левацкой хуетой. Кстати говоря, кто сказал, что это вообще норма? Мне кажется, если провести реально независимые исследования, то выяснится, что большинство людей тяготеет как раз консервативным взглядом, а не сочувствуют педерастам, неграм и либералам. И дело вовсе не в том, что раскручивается старопердунский маховик. Просто консервативные взгляды гораздо ближе ко здравому смыслу. То есть, видимо, современные СМИ, куда теперь входит в том числе YouTube и Twitter и прочие социальные сети, решили, что у нас вот это вот феминистическое блядское говно это оказывается норма. Они так для себя решили, потому что ими бабы руководят и пытаются везде свои больные идеи двигать. Так вот, тратить несколько часов на создание философического видоса только для того, чтобы на него нахлобучили, блядь, возрастные ограничения, его никто не смотрел. Или какой-нибудь мудак на него пожаловался и забанили не только мой видос, но и весь канал нахер. Особенно учитывая, что мне уже прилетали комьюнити страйки за видосы о том, как гугл-карты в покемонах настроить. Но как-то вот не очень мотивирует. Поэтому с какой-то точки зрения мне больше нравится делать видосики о решении компьютерных ошибок. Мне действительно, кстати говоря, нравится их делать, потому что в них есть конкретная проблема, конкретное решение. Они помогают конкретным людям, которые часто говорят мне спасибо. То есть этот видос, в отличие от бессмысленной философии, или бессмысленного кривляния, или бессмысленного переливания из пустого в порожнее, он несет какой-то практический смысл. Типа тех, сделай сам видосиков для рукожопов. Да, пусть я рукожоп, но зато этот видосик позволяет не почувствовать себя мужиком, нахуй. Здесь вот то же самое. Пусть у меня нет и никогда не вылезет эта компьютерная ошибка, но зато я, сука, знаю, как ее исправить. Соответственно, следующий, в общем-то, milestone, как сейчас модно говорить, не 300 тысяч подписчиков, конечно, а миллион, когда дадут, типа, золотую кнопку. Но я что-то не знаю, когда случится этот миллион, и случится ли вообще. Если на 100 тысяч мне дали кнопку, то на 200 тысяч я получил только хейтеров. Как я уже сказал, мне доставляет удовольствие читать не только положительные комментарии, но и отрицательные. Причем не только потому, что потешно смотреть, как у хейтера горит пукан, но и где-то там, не знаю, один негативный комментарий на тысячу негативных комментариев действительно несет какой-то конструктив, прислушавшись к которому, я, может быть, могу сделать свой канал лучше. Поэтому появление штатных хейтеров, это, конечно, большой прогресс. Соответственно, несмотря на то, что мне-то похер на подписчиков, Ютубу не похер на подписчиков. Поэтому я бог Ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.